Дима Евтушенко вновь вспомнил о боли Шелби. Подписчик Дрим Тима набил тату с фоткой ребят. Новый сериал Иксу Тим про подростков, Никоглай стал розовым и что за любовь появилась у Кати Адушкиной. Всем привет, это канал ОК Блогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Пока все парочки расстаются и ругаются, в блогерском мире есть ещё один островок спокойствия и счастья. Никита Левинский и Эсми вчера отметили два года отношений. Ребята познакомились по сути благодаря ТикТоку, когда девушка стала участником существовавшего тогда ещё Свит Хаоса. Как позднее признался Никита, Эсми ему изначально понравилась, и отчасти поэтому он предложил Ярику взять её в коллектив ТикТок Дома. И вот спустя столько времени они продолжают строить отношения, не выставляя это на публику и вообще не хайпя на этом. У многих ещё наверняка возникает вопрос, а куда пара вообще пропала, так как последние месяцы они редко появляются даже в соцсетях. Никита, как я понял, завязал с блогингом и решил заниматься собственным рекламным агентством. А вот Эсми всё больше уходит в музыку, новый продюсер хочет сделать из неё вторую Клаву Коку. Катя Адушкина, которая взяла паузу во всех отношениях, нашла себе новую любовь в вождении. Изначально девушка записывалась в автошколу ради интереса, а когда втянулась, открыла целый мир и теперь мечтает поскорее закончить. После чего купить собственную тачку и самостоятельно кататься по делам, как совсем взрослая девочка. Из примеров же Катя накидала опять кучу розовых машин, видимо блогерам в последнее время нравится один и тот же цвет. У Димы Евтушенко вроде всё хорошо складывается в плане отношений с Симбочкой, но он неожиданно решил вспомнить про Олю Шелби. Парень снял видео под трек Моргена и Лимбы известным, где сначала появился в красном парике, а после пошевелил губами из машины под фразу «Для тебя в моём ламбо нету места». Диме идея показалась гениальной, но вот аудитория такую выходку не очень-то заценила. На фоне небольшого количества поддержки, ему пишут, что он не может никак забыть про обиженного мальчика, ну и что это в целом низкий поступок. Иксотим ещё во времена нахождения в России задали высокую планку в плане съёмок контента для ТикТока. Теперь же ребята хотят показать уровень среди англоязычной аудитории. Вчера на их канале вышел тизер к новому сериалу про подростков-супергероев. Главную роль отдали Насте Бэт Барби, а остальных героев разобрали оставшиеся участники. Картинка и спецэффекты для уровня Ютуба впечатляют, сразу же появляется желание посмотреть, хоть и сюжет достаточно избитый. Единственной преградой для русскоязычной аудитории может стать озвучка. Все серии будут выходить на английском языке, и хоть они добавляют субтитры, это всё равно неудобно. По достоинству оценила предстоящий релиз от коллег и Маруся. «Это вау, очень круто», прокомментировала девушка. Также она признала, что недавно тоже начала писать сценарий для сериала с такой же тематикой, но для ТикТока. Теперь же продолжать ей не хочется, так как будут обвинения в плагиате. Маруся ещё на днях решила обновить свой образ. С середины прошлого года она полностью перешла на каре и даже не думала когда-то ещё наращивать волосы. Но тут появилось такое желание, и вот что из этого получилось. Выглядит очень симпатично, что ей подтвердили подписчики в комментах. Специально для съёмки нарастила волосы Ильяна. Ей даже вплели несколько локонов с её любимым ярко-зелёным цветом, но к вечеру она всё это сняла. А вот Никоглай выложил фотку из салона красоты, куда приехал красить волосы. Парень сфоткался в процессе, подписав пост, что ему захотелось походить полностью розовым, чем вызвал большой негатив среди аудитории. Многие краски во время нанесения отдают розовым оттенкам, но на деле Коля просто освежил цвет и решил хайпануть перед зрителями. Вроде совсем недавно на чьей съёмки сериала «Отпуск», а большинство важных сцен уже отснято. Одна из главных героинь, актриса Альбина Кабалина, сообщила, что она отработала свою крайнюю съёмку в проекте и скоро отправится обратно домой. «Завтра у меня крайний день. Ну, в кино принято говорить не последний, а крайний. Потому что последний-то ты уже точно никогда не будешь сниматься, а крайний-то ты ещё будешь. И так трудно осознавать, что завтра уже для меня съёмки в отпуске закончатся, в отпуске два. Всё, короче». Она уже попрощалась с Валей и её менеджером, с которым сильно сдружилась. Съёмки же «Бандитки» пока продолжаются. Как я рассказывал в прошлых выпусках, в этом сезоне акцент будут делать на её персонажа Люси, тем самым исправившись перед зрителями первого сезона, которые писали, что сцен с участием в карнавал было слишком мало. У Дрим Тима есть настолько преданные подписчики, которые хотят сохранить с ними некую связь до конца жизни. Парень по имени Алим Ивазов решил набить татуировку со всеми участниками. Для эскиза он взял вот этот кадр зимней фотосессии, который перенёс в виде силуэтов на руку. Все Дрим Тимовцы уже оценили такой поступок, или она даже предупредила, что это останется с ним на всю жизнь. На что фанат ответил, что это круто, и они и так останутся на всю жизнь в его сердце. Вчера вы наверняка заметили, что на новый выпуск кинули ограничения 18+, поэтому его многие попросту не смогли посмотреть. По какой причине это случилось, я так и не понял, поддержка мне тоже не отвечает. Если же вы не успели его глянуть, но очень хотите, залил полный ролик в телеграм-канал. Ссылки, как всегда, в описании и закреплённом комментарии. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.